11.05 Кира начинается программа «Дневной разворот» и ее рубрика «Урбан». «Урбан». Программа о городских проектах. Е-е, сказала я. Е-е. Рубрика «Урбан». Кое-кто из наших слушателей, наверное, соскучился по данной рубрике. А что это на эхе не рассказывается про городскую жизнь, по благоустройству, озеленению и так далее. Мы сегодня предоставим вам такую возможность послушать, узнать, что в городе происходит. Светлана Занько. Владимир Сметанин. Добрый день. Добрый день. Во втором части у нас тоже будет «Урбан». И мы будем говорить снова о продолжении проекта или программы развития парка возле Дворца пионеров. К нам придут Анатолий Курбатов и Дмитрий Сергеев, знакомые нашим слушателям. Люди, болеющие за данную территорию. Я напомню, что там на 8 этапов разбит этот проект. И сейчас я посмотрел этап 5. До конца июня мы должны увидеть проекты, собственно, непосредственно, разработанные дизайнерами и другими специалистами, проекты непосредственно развития данной территории. У нас, кстати, опрос посвящен нашей второй теме. Не только второй. Мне кажется, что и первый он тоже касается. В целом касается развития города. И первая тема тоже. Опрос звучит следующим образом. Помочь в благоустройстве какого-то парка или сквера в Кирове. Вы готовы хоть сейчас? Готовы, если будет свободное время? Готовы, если неподалеку от вашего дома? Готовы, если найдутся единомышленники? Не готовы никогда? Не готовы, это не мое дело. Сейчас на сайте хакеров.ру 50 на 50 разделились голоса между двумя ответами. Готов, если будет свободное время? И готов, если неподалеку от моего дома? Эти варианты лидируют также на нашей странице ВКонтакте, но за другие варианты тоже. Есть там ВКонтакте? Заходите, голосуйте. Кроме того, 211-101 номер телефона прямого эфира, 211-101, 8-909-720-101, номер телефона для ваших смс. У нас на сайте есть аудио и видеотрансляция этого эфира. И вот если сейчас вы подключите веб-камеру, то увидите, что наш гость сегодняшний уже сидит в студии. Он готов, перед ним материалы, которые он готов предоставить нам на обозрение. Это Николай Большаков, заместитель начальника территориального управления по Первомайскому району. Николай Викторович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Внимание всем, кто живет в Первомайском районе. Это большой наш район, который на себя принимает много ударов. И паводка, и всяких праздников, и чего угодно. Историческая часть города, собственно. И мы решили, что мы должны возобновить вот эту историю встреч с первыми лицами террауправления, для того, чтобы у вас была возможность спросить, что было, что будет, как справиться с той или иной проблемой, сообщить о такой проблеме. 211, 101, пожалуйста, все будем брать на карандаш. Схема такая. Если вы будете звонить и сообщать о чем-то, вы будете рассказывать, где, по какому адресу что происходит, а дальше свои контакты оставлять уже нашему продюсеру, для того, чтобы с вами могли связаться, для уточнения и принятия каких-то действий. Ну, в первую очередь, я, наверное, хочу жителей района и руководства района поздравить с его 45-летием. Да. В конце марта 1972 года было подписано, собственно, решение, принято решение о том, что из Первомайского, вернее, из Октябрьского и из Ленинского районов города Кирова будут выделены территории отдельно, которая станет районом Первомайским. 45 лет. Поздравляем. Да, поздравляем соседей. Я тоже в этом районе живу. И поскольку вот мы все планировали-планировали, но тут очень много было мероприятий, опять же, и тот же самый Паводок, потом День города, который тоже концентрированно так проходил, в том числе и в Первомайском районе, то вот сейчас настало время, когда, не сказала бы я, что передышка уж прям такая, но, может быть, чуть-чуть поразгруженней. День молодежи, о котором мы вчера говорили, подробно анонсировали его. Вот с Николаем Викторовичем начнем говорить за благоустройством. И есть у нас некоторые цифры, которые можно привести, выделенные на благоустройство Первомайского района. Но прежде чем мы там к цифрам перейдем, давайте, у нас уже есть телефонный звонок. Как неожиданно. Прежде чем к цифрам перейти, давайте примем телефонный звонок отслушателя 211-101. Не забывайте представляться и выключать радио. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Меня зовут Анфей. Я живу не в Первомайском районе, но работаю в Коминтерне, то есть в Коминтерне, в Коминтерне. Так. Вот у меня вот какой вопрос. Достаточно сложный, и вряд ли это к предприятиям дорожного хозяйства относится. Проезжая часть по, скажем так, бывшей заводской территории комбината Кожевинова, то есть то, где сейчас Артекс, Строй Рэма, там очень много предприятий, очень много принимателей. Дорога в ужасном состоянии, она по сути грунтовая. То есть у вас жалоба на дорогу в конкретном месте, да? Да, конкретно. Вот это проезжая дорога, выделенная как сервитут, между всеми предприятиями, предпринимателями, зданиями. Она, с одной стороны, вроде бы как сейчас вся... Ну, у нас начальников повешено, но неужели у города не найдется там старой асфальтовой крошки? То есть в итоге ни город, ни частники ее не делают? Все пользуются? Пользуемся, да, мы все, но на самом деле таких денег, конечно, у большинства нет. Хотя, с другой стороны, как налогоплательщики, наверное, мы можем по чем-то просить. Город. А вы предприниматель, у вас там какой-то офис, или вы просто сотрудник наемный? Да, я предприниматель. Предприниматель. И это мешает, да, очень сильно? Давайте сейчас Николаю Викторовичу зададим этот вопрос. Ну, там состояние примерно такое, как сейчас на улице Свердлово. То есть там после бомбежки... После бомбежки. ...под вот этими метровыми минами. Не единственный участок был на территории города. Хорошо, мы поняли. Николай Викторович, вы в курсе этой ситуации, данной местности? Да, я предполагаю, о какой территории идет речь. Это, скорее всего, территория предприятий, расположенных по Павлу Корчагину, 88. Вся проблема в том, что о той дороге, о которой ведет сейчас речь, значит, она находится на территории предприятия. Орган местного самоуправления, то есть администрация, она вправе расходовать денежные средства только на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Все остальное является нецелевым расходованием денежных средств. Ну и также у нас существует 210-я статья Гражданского кодекса, которая говорит, что время содержания имущества несет собственник. Вот данная территория, она принадлежит там 60, а то и более предпринимателям, и эта территория находится в собственности, как бы мы ни хотели. Всех этих предпринимателей? Да, вдалевой собственности. В том числе и звонившего слушателя, судя по всему. Я так полагаю, да, это то же самое, как многоквартирный дом, то есть у каждого дома есть своя дворовая территория, отвечают за нее жители. То же самое и здесь, здесь за эту территорию отвечают предприниматели, и, к сожалению, пока действующее законодательство не позволяет каким-то образом финансово помочь вот этим предприятиям. Что должен сделать наш сейчас слушатель, чтобы проблема сдвинулась с мертвой точки? Вот он что может инициировать? Каким образом эту дорогу отремонтировать? Он может инициировать проведение собрания с собственниками данной территории. Которых 60? Которых 60, а в многоквартирных домах таких собственников и за тысячу, и они проводят. Можно попробовать, не берусь утверждать, но можно попробовать поучаствовать в различных программах, например, ППМИ, чтобы получить софинансирование. Большой ли там участок дороги? Там у них территория самого предприятия очень большая. Я не знаю заявителя, какой конкретно территория ведет речь, но территория достаточно велика. Поэтому я не знаю, о части территории речь идет или об общих каких-то там проездах между предприятиями. Не знаю точно, но сама территория предприятия, она очень велика. А попытки встретиться с этими людьми и с этими предпринимателями у вас были, подсказывали им путь решения проблемы такой? Честно говоря, лично я, я курирую вопросы благоустройства с 2007 года, я впервые слышу такой вопрос. Это благоустройство, безусловно. Да, в любом случае мы открыты для диалога, поэтому обращайтесь в территориальное управление. К вам лично можно обратиться за помощью, за консультацией? Что касается ППМИ, то есть мы знаем, что подписанные документы и ППМИ будут продолжаться в следующем году. И еще не поздно сейчас даже подать документы на ППМИ. А курирует в Первомайском районе ППМИ у вас кто? Курирует у нас начальник организационного отдела Шагалов Игорь Львович. Игорь Львович Шагалов, к нему еще можно на консультацию сходить. Вот эти 60 предпринимателей, в принципе, должны собраться, принять какое-то решение, осметить вот эту территорию, понять, что им нужно, а дальше посмотреть, как они могут с ней справиться. Скинутся ли деньгами, поучаствуют ли в ППМИ. И есть ведь конкурсы еще какие-то городские, кроме ППМИ? Конкурсы городские есть, но там, как правило, если я не ошибаюсь, денежные средства выделяются до 100 тысяч рублей. А на дороге выделяются? Это ТОСы. Это ТОСы на детские площадки. А вот в плане асфальтирования и приведения в порядок дорожного полота, наверное, это все-таки ППМИ. А я вот думаю, что наш слушатель еще позвонил, конечно, на волне того, что сейчас такое массовое, грандиозное ремонтное работа сейчас повсеместно в городе Кирове производится. И он, наверное, думает, а почему же их участок дороги туда не попал? Именно потому, что он принадлежит собственникам помещений. Да, абсолютно верно. Именно по этому поводу. Если есть какие-то еще вопросы, вот, пожалуйста, welcome к Николаю Викторовичу в территориальное управление по Первомайскому району. 211-101. Пожалуйста, продолжайте. Есть у нас телефонный звонок, да? Или все-таки сходим на небольшую паузу? Давай примем телефон. Паузу? Нет, нет, паузу. Ждите тогда, пожалуйста, не вешайте трубку. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа Урбан. Здесь в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. И наш гость Николай Большаков, заместитель начальника территориального управления по Первомайскому району города Кирова. Мы до середины часа будем принимать ваши звонки, чтобы понять вообще, что сейчас на данный момент волнует жителей Первомайского района. Будний район глазами, собственно, жителей, работающих, да, регулярно присутствующих в этом районе. Есть звонок-то, да, у нас еще? Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Антон. Антон, приветствуем вас. Ваш вопрос. Хотел бы вот такой вопрос спросить. Может быть, немножко не в тему. Есть улица Урицкого, участок между Красноармейской и Милицейской. Улица в ужасном состоянии. Там постоянно на проезжей части грязь. Потому что товарищ Морозов будет, ну, не знаю, там, землю, грязь какую-то вот себе на этот самый, на гору. Автомобили не моют, колеса не моют, всю дорогу разбил. И никто, собственно, за это не отвечает. А это, по сути, единственный проезд к трем крупным большим домам. Ясно, спасибо. Поняли, о каком территории идет речь. Предлагаю границы изменить. Точно в ваших. Если там предприниматель не моют машины, то явно это в ваших полномочиях штрафовать и требовать. Безусловно, я понимаю, о каком участке идет речь. Ну, в первую очередь, хочу сказать, что дорожное покрытие, оно, в принципе, уже достаточно длительное время находится в неудовлетворительном состоянии. Мы очень много принимаем жалоб от населения, но, к сожалению, благоустройство данного участка дороги требует очень больших затрат. Мы администрацию города, а именно Управление благоустройства и транспорта, кто отвечает за содержание городских дорог, ежегодно информируем о том, что данный участок требует ремонта. Но, к сожалению, данный проект, он достаточно дорогостоящий. А с какой там? О каких цифрах речь идет? Не могу сказать. То есть его откладывают именно потому, что он дорог? Во-первых, нужно разработать проект, определенный, которого нет. Сам проект, он тоже достаточно дорог. И плюс вложение уже на строительство. Проект чего? Ремонт или строительство дороги? Проект строительства, потому что там, на сегодняшний день, это участок дороги, можно сказать, грунтовой. Достаточно узкая часть. То есть, если мы будем... То есть он никогда в асфальте не был? Или был, но разрушился до основания? Он был, но разрушился, да. Ну и если мы будем по этой дороге двигаться в сторону милицейской, то там очень большой спуск. Он просто не пройдет нормативы. А, этот самый, вот этот вот спуск, который идет... Да-да-да. Вот, там очень ведь опасно. Там очень опасно, поэтому там нужно... И очень густо населенный район. Абсолютно. Очень много семей и детьми. И новые дома там. И что? На сегодняшний день этот вопрос находится на рассмотрении в администрации города. Но, насколько я понимаю, заявителя еще также интересовал вопрос по грязи, которая выносится... А давайте подождите, сейчас мы про морозы и про грязь поговорим. Скажите, пожалуйста, сейчас идет голосование на сайте общественной палаты за дороги, которые должны быть отремонтированы в 2018 году. Люди могут? И даже если они будут голосовать, из-за дороговизны не попадет этот участок или что? Я не могу сказать. Еще раз повторюсь, что содержание городских дорог находится в ведении Управления благоустройства и транспорта администрации города. Это к Менькину вопрос. В данный момент это Печенкин, Дмитрий. К Дмитрию Печенкину вопрос. Мы записываем для Дмитрия Печенкина этот вопрос, и его пригласим обязательно. Да Вячеславу Николаевичу Семякову передать, он по старым связям, по старым каналам. Нет, уж давайте пускай Дмитрий Печенкин сам приходит и отдувается. А проблема-то ведь очень серьезная. Там действительно очень опасный участок. Туда на машине-то даже страшно заезжать. Не то, что там пешком или, не дай бог, дети на велосипедах. То есть проблема серьезная, ее нужно разбирать будет предметно. Что касается Морозова и вывоза грязи на дорогу машинами, как будто бы принадлежащими ему. Я постоянно читаю новости о том, что в Ленинском районе эта работа проводится. То есть инспектор управления следит за территорией стройки. По данному объекту тоже инспекторская служба не дремлет. Рейды проводятся ежедневно. Причем те заявители, которые обращались в территориальное управление, проинформированы. Каким образом им необходимо действовать в случае, если житель района видит, что транспортное средство... Каким? Проинформируйте еще раз. Вот Антона, который нам звонил. Что ему надо было сделать? Что необходимо сделать? Во-первых, если есть под рукой фотоаппарат, либо просто телефон, на котором можно произвести фотофиксацию, по возможности сфотографировать данное правонарушение. Машину с номерами на этом конкретном участке нужно сфотографировать. И направить в территориальное управление со ссылкой, когда произведена фотофиксация, дата и время, и координаты заявителя, чтобы можно было в последующем заявителя опросить, как свидетеля, сделать запрос в органы ГИБДД о собственнике транспортного средства и направить уведомления о явке на составление протокола. А вот куда им посылать? Вот я сейчас на сайте вашего района, вашего теруправления, и где вот эта форма, и моего, и где вот эта форма, что-то я не вижу, вот она на главной странице. Можно просто на электронку perftusobakadankirov.ru. Давайте вы ее вывести, эту электронку, прямо на титульной странице, чтобы люди не искали ее, потому что я ее не вижу. Но я знаю, что на сайте ГИБДД очень легко найти эту форму. Нет, давайте уж теруправление, вот это лично моя просьба, потому что если вы говорите, это просто присылайте фотографию, пусть это будет просто нам для поиска. Я зашла на титульную страницу теруправления и вижу имейл, куда мне нужно отправить. Можно такую просьбу передать? У нас есть еще телефонный звонок, давайте примем его. Алло, вы в эфире, добрый день. А, подождите, одну секунду, простите, слушатели, поддержим немножко. Много ли штрафовали это предприятие, на которое сейчас жалуется, Антон? Дело в том, что жалуются на территорию бывшей стройплощадки. А по факту правонарушения, когда мы фиксируем, то нарушителями выступают водители транспортных средств, которые допустили вынос грязи на сегодняшний день не с территории стройплощадки. Поэтому штрафные санкции применяются к владельцам транспортных средств. А они как будто бы не работают на того, кто строит на этой стройплощадке? Все действуют в рамках действующего законодательства. И сколько штраф составляет на водителя? На водителя до 5000 рублей. А если бы это было на юрлицо? До 200. Понятно. Правила благоустройства. Да, согласна им. Слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Да, простите, немножко задержали вас. Как вас зовут? Алексея Анатольевна, вы знаете, благоустройство в район ДСК. Это дорога за глобусом, дорога к детской поликлинике, дорога к детскому саду, к двум девятиэтажным домам. Благоустройство перед этими домами. Там не только зимой, там летом проехать страшно. Будет это или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Киев спецмонтаж развел, ну там огромное строительство. Выставлено район Озерки. Строят за школой огромный район. Район к реке. А канализация, вода, школы, садики, это-то будет или не будет строиться? Спасибо. Или тогда, когда уже, понимаете, когда все рухнет, тогда, значит, когда люди останутся... Мы понимаем, понимаем, спасибо. Тогда как? Спасибо, поняли вас. Николай Викторович. Что у нас с Озерками? С Озерками. В неудовлетворительном состоянии. Но данный проезд проходит по придомовым территориям. Жалоб очень много со стороны населения. Поэтому на сегодняшний день прорабатывается вопрос, чтобы заасфальтировать этот проезд в рамках действующей программы «Комфортная городская среда». То есть, что значит прорабатывается? Есть шанс, что данная территория будет заасфальтирована за бюджетное средство. Когда? То есть, «Комфортная городская среда» — это те деньги, которые пришли в этом году, да? Это на 4 года программа. В каком году есть шанс? Не скажу, сейчас нет данных. На этот год? Нет. Ведь уже все распределено. В этом году, да. В этом году я знаю, что мы... То есть, Орк-отдел у нас проводил собрание как раз на данной территории. Поэтому я не исключаю, что в этом году они войдут. То есть, есть какой-то резерв денежных средств, которые можно туда потратить? Я просто не готов сказать, вошла ли конкретно эта территория в этот год. Но я знаю, что собрание с жителями данного микрорайона проводилось по вопросу асфальтирования данного проезда. Единственное, поскольку направление не мое, и они... Печенкину вопрос опять? Это вопрос к нашему Орк-отделу. К вашему Орк-отделу? Простите, вы сказали, что это придомовые территории, то есть управляющая компания как-то еще должна быть задействована в решении этих проблем. И люди, которые тоже могли бы поучаствовать, например, в ППМИ несколько лет. Конечно. И которые... Ну вот сейчас идет город навстречу вроде бы. Что мы сделаем с этим вопросом, раз мы не можем на него сейчас в данный момент ответить? Может быть, мы уточним и слушательнице перезвоним? Ну или, может, мне напрямую 35-45-87. 35-45-87. Николай Викторович Большаков уточнит эту информацию. Сегодня вечером можно будет позвонить и узнать, вошла ли эта территория в программу в этом году или что будет в следующем. Но мы запомним, мы в следующий раз будем встречаться, мы про ДСК обязательно спросим. Вопрос Озерков. Да, нового микрорайона, инфраструктура, коммуникации. Водопровод, канализация, говорят. Ну, безусловно, при строительстве нового микрорайона должны прорабатываться вопросы инфраструктуры. В принципе, я думаю, что вопросы водоснабжения и вопросы канализации здесь стоять не должны, так как при строительстве дома водоканал и Кировская теплоснабжающая компания выдают технические условия. И при сдаче дома выполнение этих технических условий проверяется. Что касается школ, насколько мне известно, то в микрорайоне Озерки тоже планировалось строительство школы. А почему тогда такой тревожный звонок от слушательницы? Сомнения вызывает то, что все грамотно делается в микрорайоне? Ну, если честно, на сегодняшний день, в принципе, после ввода в эксплуатацию жилых домов в микрорайоне Озерки, в принципе, к нам в территориальное управление не поступало ни звонков, ни письменных обращений о том, что там где-то какие-то перебои с канализацией и водоснабжением. Не было обращений. Не было обращений. Непонятно тогда, да, какие сомнения. А сколько там уже? Мы можем сделать следующим образом. И когда будем встречаться через месяц с новым ластер-управлением первомайским, мы можем пригласить застройщика Озерков, посмотреть, как там вообще все происходит на месте, и сделать такой полный отчет. В графике, не в графике, какие жалобы, не жалобы. Вот мы возьмем себе на заметку и вот этот вопрос подробно разберем через месяц. Так вот сделаем. Есть телефонный звонок у нас. Алло, слушаем вас. Владимир, Светлана, день добрый. Добрый. Это Роман. Да, мы узнали вас, да. Роман, времени у нас мало до рекламы. Давайте четко вопрос. Я быстро скажу. А вот хотелось бы спросить гостя, вот по Карломарсу-26, где у меня мама живет, по поводу пешеходных переходов. И в дальнейшем, я понимаю, это вопрос, наверное, больше Центра управления дорожного движения. Вот эти переходы, они несут опасность. Что у магазина «Глобус», где океан бывший, что у трансагентства. Вот как-то бы выйти с этим вопросом и просто бы их не то что закрыть, а обезопасить, чтобы их там не было. И есть ли такая возможность? Там были и смертные случаи в том году. Да, Роман, мы вас поняли. Спасибо. Хорошо представляю себе. И, наверное, ты, Володь, хорошо себя представляешь. Там такой поток машин. Ты сам, если ты водитель, едешь, напрягаясь, чтобы там увидеть, и не выскочил бы кто-нибудь. И то же самое, мне кажется, чувствуют пешеходы. Что у нас с этим районом? Ну, опять же, вопрос в компетенции дирекции дорожного хозяйства. Но, насколько мне известно, вот магазин «Глобус», который располагается по Карла Маркса-36, то пешеходный переход был от него немножко перенесен в северном направлении, метров, наверное, на 100-150. В принципе, при устройстве новых пешеходных переходов все нормативы, они должны быть соблюдены. Нет, они могут быть соблюдены, эти нормативы, но мы знаем, что там по-прежнему сложно переходить улицы. И повыше у трансагентства, и там пониже очень сложно. В таких случаях вот какая идеальная должна быть картинка по пешеходным переходам? Должны висеть вот эти вот фонарики, которые сигнализируют, что здесь пешеходный переход, что всем издалека было видно. Чтобы он более-менее регулируемый был, но давай. Подземные пешеходные переходы. Ну, Володь, давай вот без экстремизма вот этого. Но что здесь можно сделать? Ваша не ваша компетенция, звонят в теруправление, потому что ну куда еще? Вы же хозяева, к вам и идут. Что можно было бы сделать? Я думаю, что мы со своей стороны, с дирекции дорожного хозяйства, выйдем на место комиссионно. Посмотрим, что можно по данному пешеходному переходу подумать. Ну и также, соответственно, заявителю можно будет получить информацию либо по тому же телефону 354587, либо в дирекции дорожного хозяйства. Там должно быть еще, наверное, достаточное количество письменных каких-то обращений, и статистика действительно по каким-то опасным... Но статистика владеет ГИБДД, безусловно, происшествия на данных участках. Хорошо, берем на заметку. Так, давайте прервемся на рекламу в середине часа, и мы продолжим очень скоро. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается Урбан на волнах нашей радиостанции. Владимир Сметанин и Светлана Заньков в студии. Николай Большаков, заместитель начальника территориального управления по Первомайскому району. Здесь у нас в студии отвечает на ваши вопросы, берет на заметку жалобы, и мы договариваемся, что где-нибудь раз в месяц будем встречаться, и в том числе сообщать, как отработан этот вопрос, что можно сделать было, что нельзя. Ну вот несколько звонков у нас было уже в программе, и все они касаются дорог. Понятно, что это самая актуальная на сегодняшний момент, тема самая больная. Может быть... Но она на поверхности просто лежит. На самом деле все темы... Может, как-то подытожим, Николай Викторович, если вы компетенты по дорогам, где-то все-таки в Первомайском районе кардинальная ситуация изменится? Безусловно. Весь перечень дорог, подлежащих ремонту в 2017 году, находится на сайте администрации города. Если я не ошибаюсь, там прописаны даже сроки исполнения муниципальных контрактов. Поэтому все же... Которые что-то там затягиваются. И глава администрации городской... Я бы не стала заострять сейчас внимание на этом вопросе. На этом вопросе у нас, в конце концов, господин Менькин есть, который сюда тоже регулярно ходит. Мы давай туда переадресуем и отчитываться будем. А просто хочется успеть еще рассказать про те мероприятия благоустроительные, которые не касаются дорог и происходят в Первомайском районе, и перевести несколько цифр, сколько в этом году выделено средств, на что они, собственно говоря, распределяются, как они уже потрачены. Основные благоустроительные работы были проведены к 1 мая и к дню города. Значит, что в рамках благоустройства можно выделить? Во-первых, на территории Первомайского района обустроены цветники площадью 320 квадратных метров. Это только за счет территориального управления. По цветникам, кстати, сейчас проводится по-прежнему работа с предприятиями для того, чтобы каждый предприниматель обустроил свою прилегающую территорию, озеленил, высадил цветы. И, в принципе, мы получаем положительный результат. Предприниматели нас слышат. И прилегающие территории, как лицо их предприятия, выглядят достаточно неплохо. В этом году, конечно, по посадке цветов нас подвела немного погода. Погодные условия нас не радовали. И даже вот хочу сказать, что цветы, которые мы высаживали непосредственно у территориального управления, немножечко подмерзли. Поэтому наши подрядчики были вынуждены их пересадить. Но, тем не менее, работа в данном направлении велась и ведется до сих пор. Проблема уничтожения и выкапывания, выдергивания этих цветов? Не решена. Существует? Существует проблема. А кто у нас основные диверсанты? Кто осуществляет эти набеги, захваты и уносы? Что это за сранча двуногое, да? Вы знаете, сотрудники территориального управления еще не ловили за руку подобных лиц, поэтому категорию... Ну, может, вам рассказывали? Я думаю, что это лица пенсионного возраста. Выносят такие вещи себе на участок куда-нибудь? Да, возможно. На балкончик. Либо на милицейскую, где торгуют. Ага. Ну, проблема достаточно решается. Просто установка камер видеонаблюдения, конечно, да? Да, вот хорошая история про установку камер видеонаблюдения. Что там в Первомайском районе в этом году? Меня интересуют конкретно парки. Потому что парки сейчас вроде бы собираемся развивать. Однако за безопасность нахождения моего ребенка я бы хотела, чтобы теруправление и город как-то тоже отвечал. Я бы хотела, чтобы камеры там были установлены. Вот, например, давайте возьмем Александровский парк и парк Гагарина. Что там с видеонаблюдением? Со своей стороны, со стороны территориального управления, в принципе, мы направляли предложение о том, чтобы в рамках безопасный город на территории этих парков установить видеонаблюдение. Ну, пока данный вопрос... Там есть хоть одна камера вообще? Там хоть одна? Нет, Николай, ни одной камеры? На мой взгляд, нет, если только камера установлена где-нибудь на филармонию, как и на объекте для собственной охраны. И все. А вы что хотели, заявка-то в чем заключается? Да, и куда, собственно? Ну, существует программа «Безопасный город». То есть у нас... Но на уровне области, да? В том числе. Да, запрашивала администрация города наше предложение. То есть мы свои предложения направляли. Я так хочу сказать, что пока... Вот я как действующий сотрудник добровольной народной дружины, хочу сказать, что, в принципе, в данных парках Александровский сад и парк Гагарина маршруты патрулирования полиции с сотрудниками ДНД, они как раз в вечернее время проходят как и в Александровском саду, так и в парке Гагарина. То есть полиция, в принципе, ориентирована на общественную безопасность данных парков. Это-то хорошо, слава богу. Но еще раз, сколько камер, например, планировалось, ну, вы запросили установить в парках? Мы даем предложение в рамках объектов. А каким образом обеспечить видеонаблюдение там каждых участков? Это специалисты должны. То есть вы говорите, надо обеспечить видеонаблюдением парк Гагарина, парк Александровский. А специалисты должны сказать, ага, пожалуй, да, и вот столько-то нужно камер. Да? Да. Но в этом году ответа не было на ваш запрос? Ну, все предложения со всех районов, они принимаются, но я думаю, что... А где устанавливаются, ну, пока нет ответа, я так поняла, а где устанавливаются вообще видеонаблюдения у нас в этом году? У меня нет такой информации. Ты, Володя, не знаешь, где у нас вот эти камеры видеонаблюдения устанавливаются? Спец по этим вопросам, ну, в частности, исполняющий обязанности министра информационных технологий, Зорин Александр Владимирович, да, рассказывал. Вопрос Зорину о системах видеонаблюдения. Ну, у нас с тобой прямо вся неделя следующая так распишется по теме. О чем говорить, да. Зорин видеонаблюдение в городе. Пишу. Так, мы немножко слетели с темой озеленения, да, цветников. Что еще в этом направлении? Про деревья поговорим. Да, про деревья. И про газоны. Да. Ну, как я уже сказал, за счет средств территориального управления, значит, высажено порядка 320 квадратных метров цветников. Всего планируется на территории района, за счет дворовых территорий порядка 6 тысяч квадратных метров цветов высадить. Также в рамках благоустройства были отремонтированы наплавные тротуары в местах затопления. Было потрачено порядка 2,5 миллионов рублей для того, чтобы можно было встретить надлежащим образом поводок. У нас содержатся все парки и скверы на территории района. Это достаточно большая цифра для их содержания. На территории каждого парка и сквера проведена уже двухэтапная противоклещевая обработка. А сколько цифр, вы говорите, достаточно большая на содержании парков и скверов? Свыше 5 миллионов. На все, собственно, находящиеся парки в Первомайском районе. Да. Это какая-то постоянная цифра ежегодная? Она больше или меньше, чем в прошлом году? На содержание мест массового отдыха выделяется порядка 11 миллионов рублей. Конечная сумма определяется по результатам торгов. Определение подрядчика, собственно, который будет заниматься этим всем. Да. Ну и также мы к 9 мая и Дню города проводили определенные ремонты памятников павшим воинам Великой Отечественной войны. В Александровском саду вновь отремонтирована входная группа и две ротонды. У нас есть звонок, кстати. Примем? Да, примем. Алло, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Пожалуйста, вопрос. Я прошу прощения, но вопрос опять про дороги. Так. Коминтерна. Улица Симашка и улица Искры. Дороги были в страшном состоянии улицы. Крестному ходу, поскольку был изменен маршрут, улицы отремонтировали. Так. Но остался участок на улице Искры, который идет в сторону деревни Заборья. Метров 200. Почему-то его не стали асфальтировать. И, похоже, что не хотят. Можно ли вот такой вопрос? Вот этот кусочек дороги, кому он принадлежит? То ли Слободкому, то ли Кирову. Там грунтовка осталась, да? Да. Грунтовка. 200 метров. Хорошо, спасибо. Николай, курс или вы? Я представляю, о каком участке идет речь. Сейчас не скажу, попал ли данный участок в асфальтированный. 2017 года, но для себя я отметил, в любом случае выясним дирекцию дорожного хозяйства. Да, еще раз, пожалуйста, назовите свой телефон, чтобы мог наш слушатель Андрей сегодня перезвонить вечером, сегодня-завтра и узнать. 35-45-87. 35-45-87. Вот, позволь, Володь, я все равно вернусь немножко к паркам и благоустройству, потому что мы предварительно, когда договорились на эту встречу, разговаривали с Вячеславом Николаевичем Симаковым, который возглавляет частью управления, он рассказал, возвращаясь к парку Гагарина, о том, что там восстановлена сцена, которая вообще предназначалась под снос, но она восстановлена, и там даже праздники какие-то начались. Да, действительно, к дню города со своей стороны мы с активными жителями данного микрорайона провели определенные благоустроительные работы, жители собрали мусор в районе этой сцены, за счет средств территориального управления этот мусор был вывезен. Ну, и также жители совместно с предпринимателями, которые в этом парке находятся, в принципе, немножко подкрасили, кое-где подремонтировали. Ну, я думаю, что предприниматели, которые осуществляют деятельность на территории парка и в дальнейшем будут принимать участие в содержании данной сцены. И там праздник уже какой-то был. Насколько мне известно, там 12 июня проходили мероприятия. И вот что касается содержания, мы как раз до эфира начали говорить с Николаем Викторовичем, и это самый большой, Володя, оказался вопрос, потому что у нас будет сейчас вторая тема по паркам, и мы тут постоянно говорим об организации новых площадок, скверов и прочее. Вот даже если взять экстрим-площадку, которая есть в Гагаринском парке, которая уже на экстрим-площадку-то не похожа, потому что торчат фанеры уже, она такая разваливающаяся. Но вот дочь моя туда ходит на роликах кататься и на скейте, и там очень много детей, потому что поверхность этого парка ровная, удобно кататься. И я спросила, можно ли там сделать хорошую экстрим-площадку, такая, как в парке Кирова, например. И вот, Николай Викторович, я прошу вас, чтобы вы еще раз пояснили, какая ситуация с площадками складывается, и где там основные пункты, точки преткновения. Понятно. Ну, в первую очередь следует понимать, что бюджет муниципального образования, он ограничен. У нас на территории города очень много активных жителей, очень много активных предприятий, которые готовы вложить денежные средства в обустройство, например, какой-то спортивной площадки, детской площадки. Но камень преткновения заключается в том, что в дальнейшем эту площадку нужно кому-то содержать. И, к сожалению, денежные средства, которые выделяются на содержание города, не позволяют принимать все площадки, все территории, которые жители либо предприятия хотят передать на баланс города. Потому что их нужно содержать и тратить определенные денежные средства. Поэтому хотелось бы сказать, что в первую очередь предпринимателям, если у вас возникает желание построить, например, спортивную площадку, либо какой-то другой объект, памятник и так далее, в первую очередь надо согласовать вопрос с органами местного самоуправления, кто ее в дальнейшем будет содержать. То есть либо будет содержать собственник, который ее построил, либо город возьмет на себя содержание этой площадки. Но город не спешит брать, именно в силу того, что у нас есть одна всегда единственная причина – денег нет. Так я-то понимаю, да? Ну да. Мне кажется, на этом этапе, наверное, разговоры-то и заканчиваются зачастую, да? Когда вы объясняете, что нужно еще и содержать, ухаживать, и следить. Ну, как правило, да. Ну, на сегодняшний день, вот я хочу сказать, что в день города, допустим, Сбербанк на набережной Грины в районе дома номер один установил спортивную площадку. Вот сейчас вопрос прорабатывается, да, Сбербанком с администрацией города, чтобы взять на баланс. Вот, ну, я думаю, что данная площадка на баланс взята будет. А можно, допустим… На баланс города. Да, на баланс города. А если мы посмотрим, допустим, сквер, который находится рядом с бывшим портом в районе кафе Диалант, и в этом сквере там в свое время, значит, активные жители смастерили рыбку, да? Ну, я думаю, что данный объект, для того, чтобы передать в казну города такой объект, надо очень сильно потрудиться. И в результате сегодня за ним никто не следит, никто его не контролирует, он постепенно разрушается. Мы про этот сквер обязательно поговорим в следующий раз, когда встретимся. Ну, так, чтобы хорошая все-таки нота была, можно же сказать, что вот в парке Гагарина все-таки строится, например, детская площадка. Да, в этом году, значит, по результатам торгов будет построена детская площадка, которая будет размещаться недалеко от аттракционов. С северной стороны филармонии достаточно большая, с хорошим современным покрытием, поэтому я думаю, что все жители данного микрорайона очень сильно порадуются. Это деньги города. Это деньги города. Мы много здесь вопросов для себя записали и понимаем, с кем мы можем их обсудить в дальнейших наших программах, поэтому, пожалуйста, следите за Урбаном. Сейчас мы прощаемся с Николаем Большаковым, заместителем начальника территориального управления по Первомайскому району. Благодарим Николая Викторовича. Перерыв, новости, тематические программы, и Урбан продолжится в начале следующего часа. Урбан. Программа о городских проектах.